Здравствуйте! Сегодня печем любимый всеми, всегда желанный, торт Наполеон. Приготовим слоеное тесто для торта. Мы будем готовить слоеное тесто быстрого приготовления. Прежде всего, готовим жидкость. В мерную кружку разбиваем 2 яйца, добавляем 1 чайную ложку соли, 1,5 столовые ложки 5-7% уксуса. Перемешиваем. Добавляем приблизительно 220 мл ледяной воды и все хорошо перемешиваем. Всего у нас должно получиться 375 мл жидкости. Приготовленную жидкость ставим в холодильник. На стол высыпаем 750 г просеянной муки. Все время окуная замороженное сливочное масло или маргарин в муку, натираем его на крупной терке. Всего нам понадобится натереть 600 г замороженного сливочного масла или маргарина. Натертый маргарин еще немного перемешиваем с мукой и собираем горкой. Делаем углубление, вынимаем из холодильника подготовленную жидкость, наливаем углубление и перемешиваем. Из этого количества продуктов получается торт размером приблизительно 30 на 40 см. На 25-30 человек. Быстро замешиваем слоеное тесто. Тесто нельзя месить. Аккуратно поднимаем тесто с разных сторон, к середине, складываем слоями и прижимаем. Слоеное тесто, приготовленное по этому рецепту, универсальным. Его можно использовать для приготовления любой выпечки. Пироги и пирожки, сладкие и несладкие, торты и пирожные, печенье. Слоеное тесто быстрого приготовления очень нежное и рассыпчатое. Убираем тестяной ком в сторонку и собираем остатки, добавляя их к основному куску теста. Придаем тесту прямоугольную форму. Кладем его в целлофановый пакет или заворачиваем в кухонную пленку и отправляем минимум на 2 часа в холодильник. Лучше выдержать тесто в холодильнике 10-12 часов. Слоеное тесто быстрого приготовления можно хранить в холодильнике несколько дней, а в морозильнике несколько месяцев. Приготовим заварной крем для торта Наполеон. Кастрюлю ополаскиваем холодной водой и наливаем в нее литр молока. Добавляем 320 граммов сахара. Ставим кастрюлю на большой огонь и все время перемешиваем до полного растворения сахара. Уменьшаем огонь до среднего и оставляем молоко нагреваться. В миску разбиваем 4 яйца. Добавляем 120 граммов муки. Перемешиваем миксером. Не взбиваем, только перемешиваем до образования однородной смеси. Вливаем в смесь 2 половника горячего молока с сахаром. Перемешиваем. Добавляем еще 2 половника. Еще раз перемешиваем и возвращаем полученную смесь в кастрюлю. Ставим кастрюлю на огонь и все время перемешивая венчиком, варим крем до загустения. Снимаем крем с огня. Если в креме есть комочки, его можно процедить сквозь сито. Добавляем 20 граммов сливочного масла. Перемешиваем. И перекладываем крем в миску. Накрываем пищевой пленкой и оставляем остывать до комнатной температуры. Приступаем к выпеканию коржей. Вынимаем тесто из холодильника. Делим подготовленное тесто на 3 неравные части. 2 одинаковые побольше и 1 поменьше. Мы будем выпекать 2 коржа. Размером 40 на 60 см. А после выпечки разделим их пополам. И еще один корж. Меньшего размера для посыпки. Если размер вашего противня 30 на 40 см. То соответственно нужно испеть 4 коржа для торта Наполеон. И коржи для посыпки. На стол присыпанный мукой кладем 1 кусок теста. Тесто и скалку тоже присыпаем мукой. Раскатываем тесто в пласт толщиной приблизительно 3-4 мм. По размеру противня. Противень по периметру протираем влажной салфеткой. И при помощи скалки выкладываем на него раскатанное тесто. Края слегка прижимаем. Излишки теста обрезаем. И добавляем к той части теста, из которой будем выпекать корж для посыпки. На корже делаем маленькие надрезы ножом. Выпекаем коржи для Наполеона. В заранее разогретой духовке при температуре 200-220 градусов Цельсия приблизительно 20 минут. Торт Наполеон можно приготовить с фруктовой прослойкой. На нашем сайте видеокулинари.ру в разделе торты и пирожные вы найдете рецепт торта Наполеон с яблочной прослойкой. Для того, чтобы проверить готовность коржа, приподнимаем край коржа. Если корж не прогибается, он готов. Готовые коржи вынимаем из духовки и выкладываем на деревянную доску. Даем остыть. Корж для посыпки выпекаем немного дольше и он должен сильнее зарумяниться. Заварной крем остыл до комнатной температуры. Переходим к приготовлению масляного заварного крема для торта. В миску миксера кладем 300 граммов мягкого сливочного масла. На высокой скорости взбиваем масло до бела. Во взбитое масло понемногу добавляем заварной крем, каждый раз взбивая в плотную массу. В процессе взбивания добавляем 10-15 граммов ванильного сахара. И один раз снимаем крем со стенок миски. Взбиваем до получения пышного крема. Можно положить немного больше или меньше масла по вашему вкусу. Если вы положите меньше масла, крем будет более жидким. Больше масла – более плотным. Переходим к сборке торта на поле. Разрезаем коржи для торта пополам и слегка подравниваем их. Таким образом у нас получается 4 коржа размером приблизительно 30 на 40 см. Это и будет размер нашего торта. Кладем один корж на доску. Выкладываем на него четвертую часть подготовленного крема. Разравниваем. Поверх крема кладем второй корж гладкой стороной вверх. Слегка прижимаем. Смазываем его четвертой частью крема и так далее. Последний, четвертый корж кладем гладкой стороной вверх и покрываем вверх и бока торта оставшимся кремом. Приготовим посыпку для торта. Корж, который мы испекли для посыпки, измельчаем в крошку. Добавляем в крошку столовую ложку ванильной сахарной пудры. Перемешиваем и обсыпаем бока и верх торта подготовленной крошкой. Сахарную пудру можно купить в магазине или приготовить дома. Мы предпочитаем домашнюю сахарную пудру. Рецепт приготовления сахарной пудры есть на нашем сайте «Видеокулинари.ру» в разделе «Кулинарные хитрости». Вверх торта дополнительно посыпаем одной-двумя столовыми ложками ванильной сахарной пудры. Готовый торт «Наполеон» перекладываем на блюдо, на котором будем его подавать. Или нарезаем на куски и подаем кокодельные пирожные. Такое украшение торта «Наполеон» является классическим. Можно дополнительно украсить торт «Наполеон» ягодами, малиной, клубникой, виноградом, смородиной. Можно сделать розочки из крема, различные способы украшения тортов. Вы найдете на нашем сайте «Видеокулинари.ру» в разделе «Украшения тортов». Нарезать торт «Наполеон» лучше всего острым ножом-пилкой, который используют для нарезки хлеба. При этом на нож не нужно давить, торт нужно распилить. Готовый торт ставим в холодильник и вынимаем за один час до подачи. Подаем по-настоящему праздничный, всегда желанный, всеми любимый торт «Наполеон» к сладкому столу с чаем или кофе. Вдохновение вам! Удачи! Хорошего настроения и приятного чаепития!